Бытовой терроризм как новая обыденность для Украины. Статья в журналистской правде за 3 августа 2020 года. Григорий Игнатов. До сих пор Украине зверски и нечеловечески везло. При невероятном разгуле криминала терроризм как-то не практиковался. Но теперь, кажется, открылась новая эра. Эффективных антитеррористических структур, как все увидели, нет. И можно хоть самолет захватывать, хоть банк, хоть автобус и требовать чего угодно. Пророчества нашего сайта сбываются с пугающей буквальностью. Не прошло и двух недель, как Циевропа столкнулась аж с тремя прецедентами терроризма. Причем кое-как справилась, де-факто только с последним. Первый, все помнят, все относительно всерьез. Неуравновешенный уголовник, настоящий автомат, гранат и стрельба. Правда, требования были смехотворными, да, обезвреживание добровольно сдавшегося Криваша оказалось позорным фарсом. Второй же случай показал, что когда террорист сдаваться таки не хочет, сделать с ним все силовики Украины ничего, увы, не способны. Бывший атошник из Полтавской области Роман Скрипник был самой обычной шантропой, мелким уголовником, на контрасте с Кривашем, который был уголовником крупным. А из оружия у него была единственная граната, что не помешало ему триумфально задоминировать всю тамошнюю украинскую полицию. Сперва он захватил в заложники полицейского полковника, потом уехал на предоставленной ему машине, затем скрылся в лесу и 10 дней, как натуральная ремба, шкерился по зеленым насаждениям, оставляя в дураках все поисковые команды, собак, квадрокоптеры, тепловизоры и прибор ночного видения. Голод, правда, выгнал его к людям, но и там ликвидация пошла с небывалым позором. Перед смертью Скрипник ухитрился захватить второго заложника и тоже полицейского. Да что ж там за детсадовские копы, которых можно захватить легким движением руки. Потом Скрипнику всадили пулю в голову, но это не победа. Нет, заложника он в этот момент держал рядом с собой после смерти, тот еле успел отпрыгнуть от взорвавшейся гранаты. Спас счастливый случай, прям скажем. По оценке же навыков поиска и обезвреживания, полный позор и провал. И вот настал звездный час украинских борцов с террором. Нашелся для них достойный противник, псих-зоозащитник, мелкий уркоган. Это все слишком-слишком круто для подчиненных Пана Авакова. Нужен кто-то попроще что ли? И вот нашелся человек попроще, совсем-совсем попроще, максимально простой. И вот с ним, да, справились, но обо всем по порядку. В полдень 3 августа в помещении Киевского универсал банка, перечитайте наше пророчество в начале текста о будущих целях террористов, что в бизнес-центре Леонардо вошел некий мужчина, заявивший, что у него в рюкзаке бомба и потребовал вызвать полицию. Террорист с самого начала оказался не совсем обычным. Бомбу он зачем-то принес, а вот заложников брать не стал. Сотрудники банка ушли, а осталась с бомбистом начальница отделения, по собственным желаниям, видимо, чтобы проконтролировать целостность имущества. А то, знаете ли, не террорист, так копы все разнесут. И началась третья по счету террористическая комедия с 22 июля. Но, разумеется, по красоте приехавшие копыноцгвардейцы перекрыли все подходы и подъезды. По красоте, ну, не по уму. Грозные перекрыватели забыли эвакуировать из здания сотрудников. Так они там рядом с рюкзаком с предполагаемой бомбой, а также на линии огня у штурмовой команды и сидели по своим гипсокартонным конуркам. П. Профессионализм. Запоминайте главное, перекрыть подходы, а дальше студенты полицейской академии не дослушали. Следующим номером цирка абсурда стала новая комба. Зачем-то подогнали военную технику, но забыли заблокировать входы в здание. Закрыли только центральный. Ушлые журналисты без каких-либо проблем вошли в центр через другие. А мог бы террористу эти. П. Нет, уже не профессионализм. Вспомните другие слова. Ха-ха-ха, на П. Вскоре террорист отпустил единственную заложницу. И тогда Альфа. Какой позор, что эти омеги носят имя наследников тех, кто штурмовал дворец Амина. Пошла на штурм и обезвредила негодяя. В отсутствие заложников и тадам! Самой бомбой операция наконец-то прошла успешно. Ура, ура, ура. Наконец-то. Если вам недостаточно смешно, сообщаем самую изюминку инцидента. Преступник оказался олигофреном. Аваковским олигофреном в форме удалось справиться только с себе подобным. Да и то лишь всем скопом. Звали его Сухроб Каримов. Был он узбеком, иммигрантом. Работал барменом. Справочку об умственной неполноценности имел с 10 лет. То ли жизнь на чужбине так задолбала, то ли конкретно Украина со своим комплексным и коллективным безумием обострила нелады с психикой у Сухроба. Но решился он на террористический акт. Перед самим актом, как и положено идиоту, объявил всему миру джихад. Призвал убить Путина, Кадырова, Английскую королеву и руководство Израиля. Но уже в банке о своем джихадизме и соответственно мусульманстве забыл и отрекомендовался журналистам, как «Святой дух, Господь Бог». Так прямо сказал, отребовал Господь Бог всего 40 тысяч гривен. Вот такие скромные для Бога требования. Никакой бомбы у дурачка, разумеется, не было. И вот этого гения злодейства и короля террора таки удалось обезвредить. Знаменательная веха в летописи успехов и достижений страны, шестой год успешно воюющий с террористическо-сепаратистскими войсками. Отличный повод копам снова повально наградить друг друга и выдать еще пару десятков наградных стволов, которые через пару лет всплывут на очередном убийстве. Надеяться, что тенденция с размахиванием взрывоопасными предметами спадет, уже не приходится. Тренд попер, а остановить его на Украине явно некому. Хорошо, если преступник сопоставимого умственного уровня. А если нет, тады ой. Григорий Игнатов. Специально для журналистской правды. Бытовой терроризм как новая обыденность для Украины. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...